Вы знали, что в начале жизни мозг человека очень пластичен. До 25 лет вы можете научиться практически всему. Во взрослом же возрасте вам все тяжелее и тяжелее будут даваться новые дисциплины. Да, у вас появится больше контроля над жизненными обстоятельствами, но ваш мозг будет менее пластичен. Основываясь на работах нобелевских лауреатов, а также на недавних исследованиях ученых, мы знаем, что вещество, которое отвечает за внимание, вырабатывается тогда, когда мы сосредотачиваемся на конкретных вещах. Это вещество под названием ацетилхолин действует как своего рода прожектор в мозгу, освещая определенные связи между нейронами, и в дальнейшем они с большей вероятностью будут активнее других. Когда вы слышите свою любимую песню, вас начинают переполнять чувства, у вас поднимается настроение, и в этот самый момент в вашу кровь попадает дофамин, вещество, которое отвечает за передачу сигналов из мозга по центральной нервной системе. У вас закрепляется ассоциативная связь, и ацетилхолин привлекает ваше внимание к этой песне. Эта песня, по сути, неразрывно связана с вашей нервной системой. При прослушивании определенных песен вы можете почувствовать, как ваше тело наполняется энергией, и ваш мозг посылает сигналы всем остальным мышцам. Так работает мотивация. Итак, с позитивными воздействиями мы разобрались. А как преодолеть негативные воздействия, такие как страх, стресс, злость, тревога и обида? Большинство методов лечения, такие как традиционные психоанализы, психотерапия, предназначены для того, чтобы переключить человека в состояние повышенной бдительности и спокойствия одновременно. Обычно это делается с помощью таких вещей, как нейролингвистическое программирование или разговорная терапия, когда люди находятся в доверительных отношениях с терапевтом. Это основная причина. В связи с этим негативные события переживаются вместе с положительными эмоциями. Идея состоит в том, что вы одновременно испытываете негативные чувства и чувства безопасности. В итоге вы перепрограммируете свои мысли, создавая новые ассоциации. Я верю, что это работает, но на это может потребоваться много времени и посещений терапевта. Это не означает, что это плохо, просто не у всех есть такая возможность. Но есть один уникальный и в то же время простой метод, при котором вам нужно просто двигать глазами в разные стороны, пока рассказываете или думаете о негативных событиях. Проводились множество исследований, в которых обратили внимание, что когда люди рассказывают о негативных событиях и при этом двигают глазами влево-вправо, не вверх и вниз, они уже не так сильно подвластны негативным эмоциям. После этого меня часто спрашивали об этом, и я всегда думал, что это какая-то ерунда, так как я, прежде всего, специалист по зрению и ничего подобного не слышал. Но потом я увидел четыре статьи об этом. Две об экспериментах с людьми, а две об экспериментах с мышами, а затем и пятую статью, опубликованную в журнале Nature, с самыми важными подтверждениями данного феномена. Эти исследования показали, что такие движения глаз действительно успокаивают мозг. Эти движения начинают подавлять активацию той части мозга, которая реагирует на угрозы. Еще справиться с негативными воздействиями вам поможет ходьба. Оказывается, что когда мы в движении, и мимо нас движутся разные объекты, наши глаза все время смотрят по сторонам, то влево, то вправо. Это подавляет активацию той части мозга, которая отвечает за страх и другие негативные чувства. Важно понимать, что, к примеру, от чувства страха не нужно убегать, не нужно и бездействовать, окружая себя тревожностью и оцепенением. Нужно пойти навстречу страху, не прятаться от него. Только так страх будет таять в вашем сознании. А помогут вам в этом ваши глаза, которые будут совершать рефлекторные движения каждый раз, когда вы будете перемещаться в пространстве. Поэтому я всегда советую подвигаться, заняться физической активностью, если вами начинают овладевать эмоции из-за какого-то неприятного или травмирующего события. К примеру, можно прогуляться пешком. Это все древние защитные механизмы, которые дала нам сама мать природа, и они работают лучше всего. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok